И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одному из самых интересных и замечательных режимов, а именно режимю Джиггернауту. Сегодня я позвал в свою группу двух нагибаторов, их конечно на голосе и нету, к сожалению, но я их позвал, чтоб они поиграли на суетных диктаторах. Я же постараюсь забрать самого Джиггернаута и показать вам всю прелесть этого замечательного режима, показать то, что Джиггернаута у нас апнули и непосредственно попытаться дать хорошее количество киллов и в очередной раз убедиться в том, что это один из лучших режимов по фарму, что очков, ну что опыта я имею ввиду, что кристаллов. Поэтому пикаемся, надеемся, что сейчас нас быстро запикает, в связи с тем, что мы пикаемся как бы не в соло, то чуточку-чуточку, я думаю, что подольше времени это все дело будет занимать. Но я вам лишь могу сказать, то, что если у вас есть какие-то интересные вооружения, которые вы бы хотели видеть в игровом формате, то пишите их в комментариях, ну и не забывайте поддерживать видос лайком. Чем больше лайков, тем больше желания, мотивации и всего прочего у нас для записи новых видосов. Уже минута прошла и нас почему-то до сих пор не запикает, но вот есть уже полноценная катка. С диггернаутом у нас есть положительные изменения с критическим уроном. Теперь у нас критический урон на пушки непосредственно в два раза больше, если у вас появляется либо крит сам как по себе вылетает, либо если вам, например, тот же диктатор раздает этот критический урон. И он у вас получается уже семь с половиной тысячи. Вы представляете, по семь с половиной тысячи это, например, два выстрела даете по джаггеру и у него уже минус пятнашка. Красивая пятнашка улетает. То есть, по сути, если он там будет чуть-чуть битый, то он уже очень быстро и легко улетит на респик. Поэтому наша задача это по красивой суете уничтожать вражеского джаггернаута. Ну и я думаю, что потиху будем на такой, более агрессии играть. У меня тут что-то, конечно, подлазит. Подлазит, хотят уничтожить. Надо бы чуть помощи, чуть помощи суетной накидать. О, хорошо есть. Уничтожаем джаггернаут. Я думаю, что поиграем агрессивно, не будем особо сильно сейвиться. Да, и постараемся как можно больше джаггеров слить в этом бою. Вот у меня суета. А, ну со сводки не будет, да. Глебабуловской. Ой, семерочку красивую в тайминг. Глебабулыч мне раздал. Крита и дверек, двересы полноценных с критическим уроном мы нанесли. Очень-очень некисло залетело. Так, уже вот у нас 3-0 катки в этом замечательном режиме. Теперь у нас до 10 уничтоженных джаггернаутов. Поэтому еще очень много, ну целых 7 джаггеров, да, для 7-минутных боев. Я думаю, что может даже здесь и до срочного боя не будет. Ну посмотрим. Посмотрим. Пока уже 4-0. Хорошо живем, сидим на вражеском респе. Попытаемся сейчас свестись по джаггернауту. Сейчас уже у викингов пойдут овердрайвы. И может быть меня могут слить. Итак, Глебыч мне раздал Крита. Я, конечно же, этим Критом воспользовался. Два выстрела трельсы по 6,5 тысяч накинул. И сейчас бы еще выжить, 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 выжить. Очень выгодно сейчас играть вместе с диктаторами в группе. Они дают как минимум 50% овердрайва. Плюс вот этот вот замечательный Крит. И у вас, ну, просто идеальная раскладка получается в сумме. Здесь Крита еще одного уничтожил. Виталичка мне раздал. Так, ну и у меня уже есть овердрайв. То есть, по сути, мы, наверное, даже можем уже попробовать и джаггернаута запушить. Лаг серва какой-то неприятный происходит. Здесь уже у викингов оверы есть. Можно как-то чуть-чуть поаккуратнее, может, даже покидать. Чтобы особо не слиться. Так, наверное, даже я прожму здесь овер. Чтобы особо сильно не рисковать. Так, и у Глебыча, по идее, сейчас должен скоро быть овердрайв. Когда у Глебыча будет овер, можно будет попробовать... Можно будет попробовать подпушить все это дело. Подпушить все это дело. И полноценненько... Полноценненько... Уничтожить вражеского джаггернаутика. Так, танкер. Танкер-хазик. Танкер-хазик какой-то. Уитной. Так, уничтожаем одного, второго, третьего. Так, 25 киллов у меня уже есть. Неплохо. Неплохо вражеский джаггернаут уничтожен. Ну, давайте, может быть, попробуем сейчас рискнуть. Хотя у нас, в принципе, счет 6-0. И особо сильно тут уже рисковать смысла нету. Опа! Раздает мне Глебыч. 7000 я успел накинуть. Ой-ой-ой, старичок, еще один добавляет. Шикарно! Еще семерочку! И добавка! Ай, мог это было мне даже самому добить. Но Глебыч здесь со страйкера добивает. Шикарно! Ну, вот, именно с такой работой, с диктаторами, можно очень жестко накидывать. Очень жестко накидывать по джаггеру. И вам даже, по сути, сводиться не надо. Вы просто даете вот эти вот выстрелы шикарные по 7000. И эта комбинация работает просто на ура! Просто на ура! Мне очень нравится, когда такая суета получается. Так, давайте попробуем сводочку дать. Две минуты у нас еще есть. По идее, этот джаггер мы должны уносить. Так, это девятый. И остался последний ластовик. Ластецкий джаггер остался. Посмотрим, где он сейчас есть. С левой стороны. Давайте попробуем его сразу уничтожить. Троечку красивую накидываем. Сейчас уже у Глебыча овердрайв. Так, это мы прыгаем. Семерку кидываем. Меня почти уничтожили. А где Виталька? А, Виталька вот здесь стоит. Виталечка. А, победа. Кто-то уничтожил джаггера. Шикарно! 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 33 килла, при том, что мы играли на джаггера. И я скажу, что это шикарнейший результат. Плюс еще это досрочная битва. По кристаллам вообще очень неплохо. И при всем этом еще дополнительном раскладе у меня со мной в группе было два диктатора, которые тоже скушали хорошее количество фонда. То есть, по сути, и диктаторы зарабатывают на страйкерах. И у меня на джаггернауте получается намного больше возможностей реализации этого корпуса. То есть, по сути, сейчас у нас, если у вас есть какая-то команда, ну, либо вы вообще играете в матчмейкинге, там, в соло, и есть диктаторы, которые именно грамотные и качественно умеют раздавать оверы, то вообще может получаться идеальная комбулечка. И сам джаггернаут с этим обновлением, с которым дает х2 критический урон, будет показывать в два раза жестче и качественнее результат. Поэтому мы пикаем в еще одну каточку, я думаю, что в еще одну полноценную мы точно вместе с вами должны сыграть. И надеемся на то, что нас запикает куда-нибудь в какую-то хорошую, качественную, нагибаторскую суету. Нагибаторскую суету. Так. Куда она закидывает? Нас закидывает на Йоркшир. Это, наверное, одна из моих самых нелюбимых карт в этом режиме, но ничего страшного, ничего страшного. Сейчас попробуем что-то, 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 что-то придумать. Что-то, что-то сделать. Так. На подкушинге, наверное, очень рискован сейчас. Да, у меня еще и вылетает столько урона. Здесь, наверное, не стоит так сильно рисковать. Я чуть, пожалуй, откачусь. КП уже маловато. На вражеский джаггер не пушит. Это хорошо. Там можно было уничтожить оппонента. Не дотянулся и чуть-чуть. Так, овердрайв есть. Все, теперь уже можно чуть-чуть, по чуть-чуть, аккуратненько уже вперед давать. При том, что где-то через минуту, может даже меньше, уже у моих диктаторов будет овердрайв. А если у них будет овердрайв, то можно будет попробовать уже этого замечательного джаггернаута запушить. И по 7000 красивых накинуть. Так, есть у нас, кто там есть, Глеб есть, да. Нам было бы неплохо, наверное. А, вот сейчас как раз джаггер едет на меня. Семерочку красивую накидываю. Раз. Вторую семерку я накинуть не успел, но ничего страшного. Так, сейчас у викингов уже будет скоро овер. Нам было бы неплохо либо запушить дальше джаггера, либо, наоборот, мне уйти в сейву. Как-то очень, очень рисково сейчас все будет дело. Так, есть Виталий, который едет. Есть джаггернаут, который уходит на респ. Хорошо, Виталечка, может быть, овердрайву раздаст? Суетного овера. Виталечка. Хорошо. Семерка. Красивая. Еще семерка. И добавка. Ай, не попал. Как же обидно. Как же обидно я сейчас не попал. Блин, там хорошо. 15000 урона есть. В кабине плюс-минус. Ну, конечно, там не получается не 15, а 13. Ну, ладно. Давайте попробуем его уничтожить. Хорошо. Сливаем. И теперь можно уже. Хотелось сказать, можно аккуратно откатиться. Чуть в минус не упал. Как всегда, на аккуратном. На аккуратном чуть в минус не упал. Так, надо бежать, 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 бежать. Сейчас схавают. Сейчас схавают. Зацепился за все, что можно. И, к сожалению, меня уничтожили. Ну, ладно. Ничего страшного. В принципе. В принципе, мы уже показали то, что надо. И то, что я сейчас перепушил. Вот именно из-за этого, наверное, мне не нравится эта карта. То, что здесь. Если ты уж пушишь, то потом убежать крайне, крайне тяжело. Поэтому, ну, доиграем уже. Доиграем уже на чем есть. На Виканга. Молоте. У нас уже там Джиггернаут слился. Надеюсь, что мы сейчас хотя бы эту каточку не проиграем. Попробуем уже с такой суеты добить вражеских Джиггернаутов. И выиграть эту каточку. Виталька там уже в чате пишет, что он недоволен. Что я слился. Ну, как есть, так есть. Что поделаешь. Бывает и такое. Что ты и не выживаешь. Что тебя уничтожают. Поэтому сейчас на Виканга Молоте попробуем быстренько накопить овердрайв. Тоже одна из самых лучших и интересных комбинаций для этого режима. На которой можно очень легко и просто уничтожать вражеского Джиггернаутика. Так. Я, наверное, сейчас салют. 70% уже овердрайва есть. У нас счет 3-3. Что-то Джиггернауты наши сливаются. Сливаются наши Джиггернауты. Надеюсь, что они будут сейчас стараться хотя бы как можно дольше жить. Ой-ой-ой. Больновато. Больновато. Не ожидал я от шифта. Такой сводочки. Неприятненькой. Ну ладно, давайте попробуем. Еще разочек. Еще, еще, еще разочек. Еще разочек. Заехать как-нибудь по красоте. Так, 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 так. У меня овердрайв есть. Сейчас главное просто поймать минимально. Хороший тайминг. Есть, есть. Пошло. Хорошо. О, 5-3. Супер. Джиггернауты уничтожили. Реализация есть. Можно сейчас попробовать, может быть, с бустера еще накинуть по еще одному Джиггернауту. А, нет, у меня с бустера нету теперь. Виталий мне раздал овердрайв. Так, но я свою трошечку накынув, было бы неплохо еще. А, еще и овер он мне дал. Так, у меня 60%. По сути, может быть, даже получится сейчас еще одного Джиггернаута уничтожить. Если все так будет, то будет вообще супер. Будет супер-супер классно. Так, либо Буловской накидывает. Это он две ракеты с критом дал. Я еще троечку накинул. И у меня уже овердрайв. Вот вам плюс диктатора, который всегда раздает овердрайв. Дает еще дополнительный критический урон. Даже с викингом можно, в принципе, в команде играть. Очень полезная вещь для группы. Так, ну здесь меня уничтожат. Давайте попробуем, наверное, сейчас заехать где-нибудь с правого фланга. Аккуратно. Аккуратно, чтобы меня особо никто не видел. И там уже попробуем слить. Джиггернаутика. Так, было бы неплохо. Ай, хотел сказать, было бы неплохо его объехать, этого викинга-квинца. А Саша меня просто с приваренной башней уничтожает. Но минута есть. Минута есть. Минуты мне вполне должно быть достаточно, чтобы уничтожить Джиггера. По крайней мере, я на это надеюсь. Но это вполне большое количество времени. Так. Главное, чтобы меня особо там никто не заметил. Джиггер уже бежит в край. Джиггер бежит в край. А я прожимаю суету. И начинаю накидку. Давай, 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 давай. На ноль остался. На ноль. Ну, хп 3к. 3к у него. Ну, там никого нет. А, там Глебыч есть. Глебыч, может, добьет. Глебыч, может, добьет. По инфе. Отработает. Ну, там на нулях должен быть Джиггер. Должен быть на нулях. Оп. 2000. Оп. И еще добавки. Хорошо. Глебыч пишет, что 4к дал не убил. Ну, чуть-чуть, 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 чуть-чуть не то. Ну, чуть-чуть больше было, чуть-чуть больше. У меня там было пятерочка. Ну, пятерочка. Ну, всего лишь пятерочка. В общем и целом, друзья, как-то так, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу Джиггер наута. Я лишь могу сказать, что этот режим всегда был один из самых прибыльных в нашей игре. А сейчас с группой, с тем, что у нас в мете есть диктаторы. Это тоже как бы, ну, может быть, уже, конечно, и вышел этот видос с диктатором. Да, наверное, он даже вышел. То есть, у нас есть мета с диктаторами. У нас есть Джиггер наут. У вас есть друзья. Есть игроки, с которыми вы вместе катаете в группе. И вот такую камбулю вы можете разыгрывать с точки зрения того, что Джиггер наут у нас апнули. Апнули критический урон. Это очень выгодное взаимодействие, которое выгодно и вам, будучи Джиггер наутом, и тем игрокам, которые играют вместе с вами на диктаторах. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, пишите, возможно, свои мысли. Возможно, делитесь опытом в Джиггер науте. Да, может быть, вы там еще какую-нибудь крутую суету разыгрываете за счет Джиггер наута критического урона. Да, может, как-то еще есть какие-то варианты, от которых я не знаю. Пишите. Все это дело в комментариях. В комментариях, конечно же, все читаю. Ну, и не забывайте поддерживать видос лайком. Подписываться на канал, если еще вдруг этого не сделали. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем. Пока.